Привет друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также поделитесь с друзьями в соцсетях и оставьте свои мнения в комментариях. Ну а мы начинаем. Блюда даже самого крутого повара не сравнятся с кулинарными творениями бабушки, которые ну просто пальчики оближешь. Такого же мнения придерживаются очень многие люди. Например, итальянец Джоди Скаравелло. Он так сильно скучал по своей бабушке, что теперь в его ресторане аж 40 бабушек. Когда Джоди был маленьким, в доме всем заправляла его бабушка, владясь итальянских традиций и рецептов. В память о ней, 12 лет назад он открыл заведение в Нью-Йорке, чтобы познакомить публику с традиционной итальянской кухней. Не высокой, а деревенской, которой простые хозяйки кормят свои семьи. Он начал с того, что разместил в местной газете объявление. Требуются итальянские бабушки, знающие региональную кухню. Однако со временем слух о его затее разлетелся по всей округе, и женщины стали приходить сами. В итоге он нашел 7 пожилых и опытных хозяек из разных регионов Италии. Каждая из них по очереди в определенный день недели готовит свое коронное блюдо. Идея имела большой успех, и вскоре владелец ресторана начал подумывать о том, чтобы расширить географию и пригласить бабушек из всех регионов земного шара. Так ресторан стал интернациональным. Кроме итальянских поварих, сейчас там заведуют бабушки из Аргентины, Алжира, России, Сирии, Доминиканской республики, Польши, Либерии, Нигерии. Кроме них в заведении есть еще один особый повар. Дедушка Джузеппе, в обязанности которого входит приготовление пасты разных видов. Ладят ли бабушки друг с другом? Бывают и споры, особенно когда они собираются все вместе. Ведь каждая привыкла, что у себя на кухне она сама себе хозяйка, признается Скаравелла. Иногда и искры летят. Ресторанчик Джоди очень популярен. Люди со всего мира бронируют 100 лекарств за полгода. Дело не только во вкусной еде. Посетители чувствуют себя любимыми внуками. Ресторатор отмечает, что вместе эти женщины создают особую атмосферу. Ведь ничто не сравнится с обедом, который тебе приготовила бабушка. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok